Здравствуйте, братья и сёстры Звёздного Времени! Поговорим о неделе с 24 по 30 декабря. Хорошая неделя, неделя полнолуния, когда Луна растёт, но находится в фазе укрепления. Это значит, весь тот рост, которого мы добились в прошлой неделе, сейчас укрепляется, материализуется, создаются какие-то возможности для поддержания его в долгом, длительном порядке. Соответственно, также мы должны планировать свои действия в этом направлении. Но здесь есть некие нюансы, которые связаны с сложностью взаимодействия информационной с собственной активностью. Вот есть такая планета Меркурий, которая имеет отношение к переговорам, общению, взаимодействию с другими. Сейчас она там очень активно и мощно проявляет себя. И вот она очень сложно взаимодействовать с Марсом, с личной активностью. Поэтому могут возникать некие сложности. То есть сложности в переговорах, сложности в общении, сложности в том, как продвигать свои инициативы. Ну то есть надо с логикой, с рассуждением, с просмотрением каких-то там документов, информации, связать свою личную активность. Чтобы не получилось так, что мы там начинаем что-то пробивать, ну допустим, стенку, и не посмотрели, что там проходит сантехника или какие-то электрические провода. И вот получаем проблему. То есть документы, информация, обработка информации, с одной стороны, должны быть постоянно проверяемы в связи с вашей личной активностью. Чтобы не получилось какого-то дисбаланса. Другой момент благоприятный, который связан с тем, что дела, которые связаны с чувствами, материальными возможностями, хорошо контактируют с достижением цели. Но здесь, ну как бы, ситуация немножко сложная. Если мы не будем предварительно вот этот вот баланс информационной своей личной активностью контролировать, то эти заработки и достижение цели в области кредитов, долгов, инвестиций могут и не происходить. Поэтому в первую очередь помним вот о том. Информация, действие. Овнам необходимо сосредоточиться на делах прошлого. То есть значительно и хорошо готовить свою активность. Не повторять ошибок. Вести бизнес, который уже налажен, понятен. Вести длительную предварительную подготовку. Это все в связи с делами законов, переговоров, путешествий, взаимодействий с иностранцами, представителями власти, авторитетными людьми. Чтобы не получилось так, что вы не получили этой поддержки, не получили поддержки законов, не получили поддержки авторитетных людей. Начинайте действовать, и это действие буксует и не приходит, так сказать, к цели. В делах кредитов и инвестиций проявляются хорошие какие-то ситуации. Можно добиваться целей и результатов. Но это все не быстро. И вот эта предварительная штука, о которой мы поговорили, если она не будет верно использована, то значит и заработать, и значит, так сказать, решать вопрос этих кредитов будет сложно. Знак у тельца. Надо обратить внимание на партнерские отношения. В связи с тем, что как-то хочется их поднять на новый уровень, хочется, чтобы они приносили и чувственную, и материальную выгоду. Но вот ситуация как бы может быть осложнена тем, что вот эти проекты и идеи, что я хочу вот этого добиться, я хочу там двигаться вперед, может быть связано с каким-то сопротивлением в делах кредитов, инвестиций, долгов, ну и какого-то сложного материального положения и ситуации. Поэтому для того, чтобы с партнерами не было проблем, необходимо прорабатывать вопросы, вот чего я хочу и что я для этого имею. Или что я имею и что я в связи с этим должен хотеть. Желание и возможность. Знаку близнецов необходимо сосредоточиться на партнерстве и взаимодействии с другими. Сейчас очень много слов может быть сказано в вашу сторону, и вы можете сказать очень много. Вопрос в том, к какому результату это все приведет. К конфронтации или к достижению цели. Поэтому выбирайте слова, постарайтесь, чтобы они были более дипломатичными, удачными и так далее. Если есть возможность, оказывайте услуги нужным людям. Помогайте им, говорите комплименты, приносите какие-то подарки. И тогда ситуация как-то может улучшиться. Также последите за здоровьем. Знаку рака надо сосредоточиться на вопросах работы. Вот я работаю, работаю, а как я работаю, зачем я работаю, что происходит в этой работе. Есть ли порядок, есть ли распорядок, есть ли какая-то логика в моем движении, есть ли какие-то моменты, которые связаны с результатами. Результаты эти должны быть связаны с признанием в обществе, с подъемом своего социального авторитета, с признанием со стороны законов. И здесь вот, ну, законов авторитетных людей. Здесь вот если нет порядка в работе, нет порядка в здоровье, добиваться чего-то, активно добиваться чего-то, какого-то признания со стороны общества может быть очень сложно. Но с другой стороны, ваш творческий потенциал, ваши удачи и счастья, они в принципе как бы хороши. И можно попытаться воспользоваться вот этой вот ситуацией, вот этими возможностями, для того, чтобы как-то пропихивать ситуацию в партнерских взаимоотношениях. Но это сложно. Гораздо проще навести порядок в своей работе и здоровье, и потом вот через это продвигаться вперед и вверх, как прекрасный работник, скажем так. Знаку льва, необходимо думать о том, чего бы такого делать в злах творческих. Вот у вас есть много идей, сейчас они кипят, сейчас они работают, сейчас вот можно сделать и это, и это, и это. Но самый главный вопрос, откуда взять финансирование для вот этих идей, для того, чтобы они реализовались. Здесь вот надо уметь объяснить другим людям, ну то есть, допустим, есть у вас какая-то творческая идея, вы идете в банк и хотите взять кредит для ее реализации. Вам необходимо объяснить, создать бизнес-план. Вот сейчас задача создать вот такой вот, как бы в кавычках, бизнес-план, по которому вы будете продвигаться вперед, и который потом, естественно, со временем может давать дополнительные финансовые, какие угодно, бонусы в вашу жизнь. Не забывайте о том, что дом, семья, недвижимость требуют чувств, требуют тоже каких-то материальных вложений, и как-то вот проявляйте себя хорошо и во взаимоотношениях с близкими. Знаку дела надо сосредоточиться на делах партнерских. Партнеры активные, партнеры пробивные, они могут что-то предлагать, могут сыпать обвинения в ваш адрес или даже нападать. Но это все связано в основном с делами домашними, дом, семья, недвижимость, отношения с близкими, родственниками. Но не обязательно. Это может быть просто какой-то фундамент вашей жизни, ваша вера, ваши какие-то представления, что вот жизнь вот такая. И кто-то начинает эти представления ломать или хочет сломать. Поэтому в любом случае будьте готовы к таким нападкам. Если есть возможность с близкими общаясь, не обвиняйте их, умейте сгладить ситуацию. И вообще гораздо больше и сильнее проявляйте свою общительность в мягком ключе. Объясняйте, что вы всех любите, каким-то образом мягко, красиво, гармонично взаимодействуйте. Знаку весов надо сосредоточиться на информационных делах. Эти информационные дела очень сильно могут касаться дел рабочих, взаимодействия с коллективом. Вот там может происходить что-то такое активное. В связи с чем надо реагировать, надо вести большую информационную работу. Ну то есть знать, что сказать подчиненным или знать, что сказать начальникам, чтобы не возникло какого-то конфликта и сложностей. Ну и соответственно проверять документы, чтобы не было обвинений в вашу сторону, что вы там что-то не так выполняете. Также следите за собой в поездках, переговорах, общении и так далее и тому подобное. И соответственно если это будете контролировать, тогда будут хорошими, нормальными и заработки. Знаку скорпиона надо проявлять свою личную красоту и активность для того, чтобы хорошо общаться. Хорошо общаться нужно для того, чтобы не уменьшать свои заработки, не расходовать их по пустякам. Сейчас существует такой вариант, что есть некое количество денег и возникает возможность или страсть или какой-то толчок к тому, чтобы их расходовать. Ну конечно, праздники же на носу. Поэтому если есть возможность, подумайте о разумном распределении своих финансовых средств, о том, чтобы то, что вы покупаете, приносило не только творческое удовлетворение, не только радость какую-то приносило, но еще и способствовало вашему творчеству. То есть некая такая вещь, которая бы помогала потом поднимать ваш творческий потенциал, вашу работоспособность и все остальное, и это бы компенсировало на нее затраты. Знаку стрельца надо следить за своей речью, особенно в делах, которые связаны с недвижимостью, домом, семьей, взаимоотношениями с близкими. Сейчас можно немножко поссориться. Кому это надо перед Новым годом? Думайте о том, как бы уладить все отношения, не конфликтовать, как бы там мягко, аккуратно взаимодействовать, не отвечать агрессии на агрессию, если есть возможность. Помните о сострадании, помните о том, что происходило раньше, о том, к чему могут привести вот эти вот конфликты, то есть о их последствиях. Ну, прощайте больше. И тогда все будет хорошо. Знаку Козерога стоит сосредоточиться на делах прошлого, но в основном информационных. Бумаги, документы, какие-то дела, связанные с законами, информационные, они сейчас вот могут вылазить на поверхность, и если есть возможность, по ним надо разобраться. Сделать так, чтобы в этих бумагах не было каких-то заморочек. Ну, допустим, какие-то долги, допустим, что-то не оплачено, допустим, какой-то кредит до конца не выплачен, или еще что-то. Ну, перед Новым годом лучше от всего вот этого избавиться, раскидать, закрыть, так сказать, все вопросы окончательно. И, ну, хорошо это, да. И не забывайте о том, если есть возможность взаимодействовать с друзьями, знакомыми, использовать их помощь, обращаться к ним по поводу разных дел. Они готовы вам помочь, или, может быть, даже дать вам долг для того, чтобы вы отдали долг. Вот такая ситуация. Знаку Водолея надо сосредоточиться на делах новых, в делах взаимодействия с друзьями, единомышленниками. И в первую очередь они могут касаться финансирования и этих друзей, и этих проектов, и ваших личных заработков. Поэтому, если есть возможность, ну, как бы здесь необходимо проявлять бдительность. С одной стороны, ну, если просят люди, может быть, стоит им помочь. Но, с другой стороны, надо проверять этих людей, насколько они платежеспособны, насколько они честны, насколько они будут иметь возможность отдать этот долг. Поэтому, если есть возможность не давать, лучше не давайте, а сосредоточьтесь на том, чтобы достигнуть каких-то целей, которые вы хотите. Красивых целей, материальных целей, финансовых. То есть, чтобы встретить праздник, так сказать, на высоте. Знаку рыб надо думать о том, как бы решать вопросы карьеры. Здесь, хоть и праздники, хоть и Новый год, ну, что-то такое намечается. Может быть, на корпоративе можно подойти к начальнику как-то и попробовать его попросить подняться по ступеням социальной и карьерной лестницы. Ну, или просто там, допустим, вот, подходит итог года, и стоит вложить свои личные инициативы, свои личные, как бы, действия в то, чтобы подниматься по ступеням жизни, добиваться новых целей, результатов. То есть, вот, как бы, такое действие активное и мощное, хоть и перед Новым годом, хоть и перед праздниками, но оно должно быть сейчас произведено. Естественно, надо думать, куда, зачем и каким образом это всё будет проявляться. Но поддержкой здесь будет хорошее взаимодействие с авторитетными людьми, с представителями власти, иностранцами, в связи с путешествиями. То есть, люди будут на вас смотреть благосклонно, и значит, есть возможность добиваться чуть более лучших результатов. Хорошей недели! Субтитры создавал DimaTorzok